Челябинск Сами того не подозревая, люди губят бор. Ученые выделяют пять степеней вытаптывания леса. На первой вытаптываются тропинки. На второй тропинки зарастают сорняками. Вытесняются коренные лесные культуры. Третья стадия приводит к исчезновению редких растений и кустарников. Лес захватывает сорняки. Четвертая стадия – деревья начинают гибнуть. И пятая стадия – бор умирает полностью. Чтобы этого не случилось, активисты придумали решение создать экотропы. Оголенные корни деревьев засыпят почвой, а сверху замостят деревянными дощечками. Идею поддержали в региональном министерстве экологии. Кое-где на тропе будет покрытие, скорее всего деревянное. Это будет с тех участков, где корни обнажены. Мы их закроем почвой и сверху устроим настил, чтобы люди безболезненно могли проходить, не повреждая корневую систему. Мы избавим корневую систему от давления наших ног. Но это не значит, что вся тропа будет с настилом, как писали некоторые средства массовой информации, и больше никуда нельзя будет свернуть. Инициаторы предлагают стимулировать чаще горожан гулять по деревянным тротуарам. Чтобы сделать поток по экотропе, нужно сделать так, чтобы экотропа стала не только удобной, но и полезной для прогулок. Для этого мы предусматриваем на своей экотропе точки раздачи Wi-Fi. Кроме того, определенные места отдыха, для того, чтобы можно было грамотно присесть, почитать, например, книгу. В Челябинской области уже есть успешный опыт использования деревянных троп. Так, в Национальном парке Зюраткуль такая дорога ведет к вершине одноименного хребта. Экологические тропы широко распространены в нацпарках России и Европы. По предварительным подсчетам экоактивистов на создание полуторакилометровой эко-дорожки в городском бару понадобится около 7 миллионов. Проект строительства планируется создать к осени 2017 года. В будущем подобный проект планируют реализовать в лесах области, где гуляет много туристов и гибнет большое количество деревьев. Артур Ишпалатов, Анна Андронова, Андрей Ярушев, Иван Бредихин. Наше утро.